Здравствуйте, друзья, и мы продолжаем катать в тени Амна, и планируем, планируем влететь в храм Лонтандера и ограбить, украсть золотую чашу, золотую чашу, но я думаю сначала наш командир Джош зайдет сюда на разведку, на разведку. Рыцарь утро говорит нам, всегда стремись помогать, пестовать новую надежду, совершенствуй себя и не возгордись. Великолепное наставление, открываем дверь и входим. Входим в храм Лонтандера, в храм утренней песни. Нужно провести разведку, я хотел еще вложиться, сделать это. Так, Христос народы всем. Угу. Что здесь у нас? Большая статуя, и вот охрана ходит. Ого, и какая-то еще штука вертится. Охранями... Всегда стремись помогать, пестовать новую надежду, говорит рыцарь утро. Слушайте, храм достаточно большой, судя по всему. Здесь проход, а это кто? Рыцарь утро, то же самое скажешь, да? Певствовать, певствовать, хорошо. Очень крутая сфера крутится. Угу. Так, здесь у них занятия классные. Сюда зайти нельзя. То есть, нижний этаж отображен. Кучу вижу сразу же шкафов. Шкафов, и здесь никого нету. Здесь никого нету. И тени. Тени. Ну, я думаю, Яшима и Ян Янцен должны постараться, чтобы не облажаться здесь. И, по крайней мере, растут столько теней, если должны, на самом деле, даже сильно постараться, чтобы облажаться. Здесь еще ящик. И никого здесь больше нету. Угу. Разве что кто-то невидимый. Это мы тоже можем, кстати, проверить и заклинание видеть невидимое использовать. Использовать. Вот здесь меч лежит. Ага. И здесь, наверное, служитель Зари Крилл. Вот с ним нужно переговорить. С ним нужно переговорить. Да. Ну, вот если придется воровать в одном из этих сундуков эту чашу, то вот это проблематично достаточно. Он передвигается. Он передвигается, и это значит, что... Угу. Служитель это... Да будет благословен рассвет. Ты нуждаешься в услугах Латандера? Да, хочу посмотреть, что вы можете предложить. И вот можно внести пожертвования. Угу. Также у него можно купить зелье лечения. Сейчас оно стоит 126. Давайте посмотрим. Например, я внесу Храму Латандера 1000 золотых монет. Enter. Жертвую. Церковь высоко оценила ваш дар, и ваша репутация повысилась на единицу. Кроме того, нам дали слухи. Теневые воры правят районом доков. Всякие, кто идет туда, должны их остерегаться или пинять на себя. Теперь репутация 8. И сколько стоит бутылка? 114. По-моему, меньше стало. Да? Угу. Можно будет еще попробовать с помощью дружбы здесь купить заклинания. То есть еще уменьшить цены. Так, но это такое. Это была разведка. Джош отвел от себя подозрения от своей партии. Доброжелательный прихожанин внес, внес эти, внес пожертвования. И теперь Ян Янсен и Яшима начинают свою деятельность. Ян Янсен, стандартная тактика. Ну, давай. Давай, берешь и улучшенную невидимость кастуешь на Яшима. Как-то так. Может, Яшима сам справится? Угу. Яшима под действием улучшенной невидимости. Яшима, тебе надо бы разгрузиться, потому что там очень много вещей. Ян Янсен, ты-то сильно нагружен? Ты сильно нагружен. Кто сильно не нагружен? Налия не нагружена. Яшима, передай стрелы Налии, чтобы ты был полностью разгружен. Но Ян Янсен тоже должен идти, потому что Яшима у нас плохо взламывает. Да, так что Ян Янсен, передавай зелья Виконии. Свои хлопухи, давай как-то так, коробки со свитками передай тоже Виконии. Одну надо оставить, вдруг там свитки будут. Болты перезаряди, остальное передай Налии. И Налия тебе перекинет это потом. Вот ты так немножко разгрузился, и хорошо. И хорошо. И Ян Янсен, что тут такое? Что, что, выбросил или что? Нет, ничего не выбросил. Только что было... Курсор, как будто что-то подобрать можно, был такой курсор. Странно. Странно. Ян Янсен, в тени, пожалуйста. Не получилось, не получилось. Ну давай невидимость на себя тогда. Тоже. А Яшима, Яшима уже выдвигается. Яшима выдвигается уже. Его не должны видеть. Он должен открыть дверь. Он не раскрывается. У него невидимость. Он входит. Хорошо. Яшима вошел. Яшима не видит. Яшима вот здесь. А вот эти два парня нас видят. Мы сохранимся. Хе-хе-хе. Мы сохранимся. Давай, Яшима, посмотрим, в принципе, на предмет ловушек. И пока ты это делаешь, что Ян Янсен тоже ворвется. Ян Янсен, почему не невидимый? Ян Янсен, снаряжение дрова подвижения. Ян Янсен, невидимость. Теперь в тенях. Вскрыться в тенях не удалось. Ты невидимый. Ты размытый. Может, поэтому ты и не невидимый. Короче, Ян Янсен тоже сюда заходит. И будет, наверное, этих ребят отвлекать своим тут видом размытым. Им впаривать что-то про репу. Яшима ловушек не нашел. Здесь можно все взломать. Взлом не удался, и ты должен заниматься Ян Янсен, значит, этим. Яшима, придется тебе отвлекать туда молодых людей. Ян Янсен, а ты сможешь все взломать здесь. Это взломал. Хорошо, что еще нужно взломать? Вот этот сейф. Получил опыт, взломал. И все. И теперь Ян Янсен будешь тут тусоваться, притягивать пути отхода. А Яшима еще под действием невидимости его не видно. Под действием улучшенной невидимости. Яшима попробует залезть. Залезть, например, вот в этот сундук для начала. Чик. Здесь у нас жезл. Яшима забирает жезл. Вроде бы все прошло удачно. И он из тени еще не вышел, да? И в этом статуэтка Латнандера забирает. И драгоценный камень забирает. Что здесь еще у нас? История Амна. Книги не хочу Яшима. Чтобы ты брал 99 золота Яшима. Не чурается. История Калимшана не нужна. Давай Яшима еще здесь посмотрим. Солнечный камень. Неплохо, слушай, Яшима. Улов. И рысь и глаз. Основную задачу выполнили. Ян Янсен, отвлеки внимание. Сюда стремись помогать пестовать новую надежду. Ян Янсен говорит, да-да-да. Это как мой троюродный брат, который там торговал репа. Яшима передвигается дальше. Потому что жадность, она такая, что это. Там были еще коробки и ящики. Ян Янсен рассказал свою историю. И тоже выдвигается за Яшима вслед. Чтобы по стандартной тактике сначала Ян Янсен вскрывает, а Яшима ворует под невидимостью. Еще неизвестно, сколько эта невидимость длится. Длится. Мне всегда было интересно, как работает Крит у персонажа, у вора под невидимостью. Считается ли невидимость уходом в тень или нет? Или надо отдельно уходить в тень? Это нам... Я вслепом пить не у всего мира. Под теньем успешен. Ян Янсен, давай сюда. Здесь никого нету. Ты тут все вскроешь. А тут вскрывать и нечего, говорит Ян Янсен. Поэтому Яшима... Эстафета передана. Яшима сюда. Ян Янсен идет в последнюю часть здания. И, наверное... Ага, и вот этот молодой человек, служитель Зари Крилл, сюда перешел. Сюда перешел. Он здесь бдит. Бдит за этим залом. Яшима, тем временем, должен проверить на наличие ловушек. А Ян Янсен втихаря сюда подходит. Здесь видит ящик. Угу. И здесь стражник отходит. Очень опрометчивый поступок вот этого рыцаря утра. Потому что Ян Янсен может тут втихаря вскрыть или даже сам своровать. Яна Янсен не видит. Ян Янсен пытается скрыться в тенях. Это ему не удается. Мы сохранимся на всякий случай. Вдруг тут у них сигнализация. Ян Янсен, в сундуке две бутылки и срабатывает ловушка. И сильно пробило по Яну Янсену. Ян Янсен, нужно выпить бутылку незамедлительно. Угу. Ян Янсен поплатился за свою неосмотрительность, выпивает бутылку и проверяет, и будет сейчас проверять, все ли нормально. Да будет благословен рассвет. Ян Янсен говорит, да-да-да. И уходит. Прими обряд ли солнце, друг мой, говорит служитель Зари Крилл, который ни о чем не догадывается. Ян Янсен немножко подгорел. Угу. Яшима. Ловушек не нашел. Что здесь? Нефритовое кольцо, 23 золотых. Не лезет Яшима. Лезет все. Все лезет. Яшима уже раскрылся. И здесь защитный свиток. Яшима его забрал. В тени опять. Чик. Не удается скрыться. И Яшима просто уходит. Кажись, все мы четко сделали. Угу. Только бы подвоха никакого не было. Яшима опять скрылся в тенях. Да, в слепом петле всего мира. И уходит через этот вход. Ян Янсен, отшучиваясь про репу, уходит через второй вход. Задание выполнено, кажись. Яшима вышел. Аккуратно подходит к партии, говорит, ребята. Все, окей. А ребята спрашивают, где же Ян Янсен? Ян Янсен быстро и бесшумно, словно рысь, тоже выходит. Вот так. Операцию можно признать успешной, не учитывая тот факт, что Яна Янсена придется сейчас подлечить. Яшима выходит из теней и отчитывается перед командиром о успешном завершении операции. А Викония лечит Яна Янсена. И, наверное, Джохейра тоже подлечит Яна Янсена на легкий хил. Да, как-то так. Так, хорошо, смотрим, что мы там набрали. Смотрим, что мы там набрали. Мы взяли, во-первых, статуэтку Яшима. И мы взяли жезл. Жезл, по-моему, вот это жезл вызовом монстров. Да? Ну, нефу, вообще отлично. А ну-ка, Налия, приготовить этот жезл. Вот так. Передать стрелы не нужно. Передать Яну Янсену все остальные болты его. Передать ему болты. И коробку для свитков себе одну остав. И Ян Янсен будет тоже иметь себе одну коробку для свитков. Хорошо. Проклятый свиток. Нет, это не проклятый свиток. Это защита от яда. Это отличный свиток. Не действует на персонажа. Уничтожает любой яд. Дистанция 6 часов действует. Отличный свиток. Мне показалось, что это будет замануха и будет проклятый. В какой из коробок у нас свитки? Во второй коробке, которая находится у Налии. Налия, попрошу сложить. Все аккуратно. Угу. Далее Яшима еще куча драгоценностей. И статуэтка Латандера. Прекрасное изображение владыки утра. Статуя сделана в основном из серебра. Украшена солнечными камнями и изумрудами. Возможно, ее можно загонать. Но мы должны ее использовать по назначению. То есть по заданию. Эти бутылки сюда. Налия, давай тебе сразу это тоже подготовим. Вместо сна вот это заклинание. Ты будешь покупать бутылки. Но менять тебя с местом командира можно на самом деле попробовать. Попробовать. Надо это действительно затестить. Этот момент. Вот и попробуем. Угу. Вот просто попробуем. А что будем покупать? Я еще забыл совсем. Мы же несем. Кстати, вот насчет покупок. Мы несем на себе чешую теневого дракона. Из нее можно скрафтить артефакт. Нам говорил кузнец. Мы как раз идем сейчас в хромовой район. И возможно узнаем сколько это будет стоить. Так что покупать возможно не нужно ничего сейчас. Нужно вложить эти деньги в броню. Так. Две серьезные бутылки Джохери передать. Вот у нее нет уже их как раз. Эти бутылки Джошу не нужны. У Виконии полный запас. У Налии мало. Налия сюда. Ян Янсон с бутылками. Яшима с бутылками. И драгоценные камни сложить в мешочек. Ян Янсон, Яшима, мешочек. Раз. Два. И три. И из мешочка достать плутовской камень. Чтобы он был у нас всегда в инвентаре. По-моему только так он работает. Оберег теневого дракона можно продать на самом деле. Он нам уже не нужен. И вот эти все документы Тома Моу Мау Анатора. И это все остальное наверное не нужно. Но я хочу проверить. Может клирики это все покупают. Теневой камень. Поэтому давай Джошу тоже передай. Вот. И Джош еще раз зайдет в храм Латандера. И посмотрит. Может они захотят купить эти все документы. Угу. А ну-ка. А ну-ка. Рыцарь Зари. Рыцарь Утра. Как там тебя звали? Вот. Где-то здесь он был. Он куда-то перешел уже. А вот он здесь тусуется. Слушайте. Может пропажу обнаружил уже? Не. Все окей. Благословен Рассвета. Ну давай посмотрим что ты у нас купишь. Вообще ничего он не хочет покупать. Зелелечение 114 стоит. Хм. А ну потому что репутация теперь. Да. И эти обереги никто не хочет покупать. Возможно скупщик захочет их купить. Или нам их придется просто выбросить. Просто выбросить. Они занимают место в инвентаре. А этого допускать не следует. Не следует. И нам наш путь теперь ведет. А в дневнике записали мы, что мы выполнили. Да. Волигара. Статуэтку без шума. Затем вернуться как только она будет у меня. В дневнике ничего не записали. Но возвращаемся наверное к Майя Вару. Заодно кстати в храм. В этом. В районе доков. Посетим кузнеца. Посетим кузнеца. И у него. Спросимся насчет кольчуги. Спросимся насчет кольчуги. Мы еще свита Кромфайра. Подобрали. Значит он тоже нам пригодится. Викония. Ой. Джохера. Хила. Что-то у нас нету среднего. У Джоша кажется был. Джош давай обычным маленьким. Яна Янсена еще за хиль. Мы здесь еще далеко не везде были в храмовом районе. Здесь еще вход в канализацию. Вход в канализацию. Храм Талоса еще есть. Верховный дворец Лучезарного. Что? Верховный дворец Луч. Может Лучезарного какого-то. Непонятно. И выход из района. Здесь еще следует нам. Будет затусоваться. Но мы это успеем еще сделать. Ян Янсен практически здоров. Сколько хп? 44 с 48. Ну 4 хп Ян Янсен. Тебе даже командир за успешную операцию передаст кольцо регена. И ты их сам себе отрегенешь. Ян Янсен. Как-то так. Как-то так. А мы идем. Наверное за следующим заданием. Майя Вара. Или посмотрим что он в принципе скажет. Посмотрим что он в принципе скажет. И к кузнецу. Вперед друзья. У нас здесь кто? Пророк. Пророк будет рассказывать свои небылицы про вырви глаза. Ян Янсен уже практически зарегенил. Отлично. Операция. Мы еще на мосту не были. Но мы еще успеем туда сходить. Идем в доки. Смотрим. Может на нас кто-то нападет. Кто-то осмелится. А ну-ка ребята давайте посмотрим. Кажись никто не нападает. Но загрузка что-то долгое. Загрузка что-то какая-то долгое достаточно. Так. Паузу прожал. Но это не нужно. Потому что все хорошо у нас. Слушайте слушайте. Кстати. Давно не говорили с городским глашатаем. Их уже кто-то здесь. А не это мужчина полурослик просто. Угу. Последнее время воры часто дрались друг с другом у меня на глазах. Меня до самых волос на ногах от дрожь пробирает. Как подумаешь что творится. Да. Творятся страшные дела. Само солнце ныне боится вставать. Говорит городской глашатай. Совет двинулся на Риа Тавин. Наемники идут сотнями. Резня и убийство. Что там происходит глашатай. Минутка политики на ваших экранах друзья. Две богатые семьи. Судостроители Аргримы и золотодобытчики Люраксолы. Наляли всех солдат. Удачи в королевстве для осады Риа Тавина. Люраксолы. Что-то такое знакомое. Вместе Люраксолов чешо было. Или мы какое-то задание делали. Ладно Люраксолы. Все что имеет значение это восстановить доступ к торговым путям. Десятитысячная армия ждет решающего удара по Риа Тавину. Оставайтесь с нами. Окончание этой истории полно предательств. Потерь и ярости. Искупление следует. Вас ждет кульминация кровавых событий. И роковых совпадений. Реальная подоплека политических событий. Каждое утро у меня самые свежие сплетни. О жирных и ведро помоев на чистеньких. За новым слухом бегу, что есть духу. На этот раз без рекламы. И да. Но у нас в нашей истории Джоша тоже полно коварства и интриг. Как тут лучше проходить? Я думаю, вот так надо проходить. И мы, кстати, еще не были у строительных доков. И особняк Галвария какой-то есть. И дом Райрика какого-то. И трасса есть. Угу. Идем. Пока что потихоньку. Янсон зарегенил? Зарегенил. Молодец. Молодой человек. Кольцо вернуть командиру. Так. Скупщик был у воров. Скупщик был у воров. Давайте зайдем. Что тут такое? А окна из этого здания темные и не приветливают. А что вы не говорите? Скупщик был в основной гильдии. Кажись, прямо здесь на входе. Прямо здесь на входе. А ну-ка, давайте посмотрим. Ну, просто эти бумажки с собой таскать. Не знаю, где их выкладывать. Наверное, мы не будем уже возвращать. Вот, вот эта тетя. Вор с черного рынка. Продаешь каратный. Ну, показывает, что у тебя есть. Разумный выбор, да? Не хочет она ничего абсолютно покупать. Плутовской камень, однако, за 1500 готова приобрести. Шкура снежного волка подожди. Ян Янсен. Хотел я заклинания продать? На продажу вроде бы харизма не влияет. Давай продадим действительно ненужные заклинания. Истинное зрение 6 уровня. Нет, оно нам не нужно, но стоит 600. Что? Продал или что? А, закрыл свиток просто. Мискликнул. Далее, защита от магических, магической энергии 6 уровня. Ужасное увядание обидел зима. Очень страшно звучит это заклинание. Магический снаряд может оставить эту защиту в виде свитка хотя бы. Вы за виверный еще, Ян Янсен не выучил. Защита от магического оружия. Вот это я продам. Вот это я продам. За 600 слов силы усыпить. Случайность тоже продам. Защита от обычного оружия. Надо тебе на 5 уровне? На 5 уровне Ян Янсен говорит, что надо атакующими. И оракул 5 уровня тоже ты продашь за 300 золотых монет. Виверну сейчас еще выучишь. У тебя должна еще действовать. Действовать. И бутылка интеллекта на тебя. Она, кажется, там несколько часов действовала. Во втором ящике для свитков распыление за 600 продается. И, в принципе, 29 тысяч, все, что мы потратили на заклинание, мы вернули себе. На заклинание. Видеть невидимое. Что-то там Ян Янсен удачу пропагал, но удача нам уже не... Ледяной шторм 4 уровня. Ян Янсен, можешь пользоваться? Сколько стоит? 640. А давай возьмем. 2 можно взять. Давай на всякий случай взять или нет. Замешательство, улучшенная невидимость. Ужасный, может, сон, может, тебе какое-то. Это ослепление на одного персонажа. Не то, что нужно. Ледяной шторм. Нали учить или нет? Не, Нали... Нали с нами... Я думаю, не это. Давай, Ян Янсен, посмотрим, сколько у тебя. Да, интеллект 20. А, вот почему. У него... У него же изначально 16. Бутылка повышает ему на 4. Значит, у него сейчас шанс выучить заклинание 96. Учи Ледяной шторм. И не удалось Яну Янсену. 96%. Это что? Этот новый Икс Ком или шо, Ян Янсен? 96%. Ну, Виверну хотя бы 6 уровень. Ну, Виверну Ян Янсен выучил. А долго тебе до 6 уровня? Достаточно долго, да? Ну, Ян Янсен... Ммм... Берем второй ледяной шторм. Показывай, что у тебя есть. Ян Янсен, давай второй раз будешь учить. Огненный щит. Есть вызов монстров второй. Это четвертого уровня. Брать или нет? Четвертый уровень здоровья. В принципе, у нас достаточно призывов наших пристов. И в Виконии, по-моему, было создать нежить, раз она злой прист. Да? Добрых такого нету. Давай Ян Янсен. Ледяной шторм. Ну вот, молодец. То, что нужно. Четвертый уровень. У тебя появляются атакующие заклинания. Улучшенную невидимость? Нет. Брать его или нет? Как? Давайте прочтем вообще. Я никогда им не пользовался. После прочтения заклинания в зоне диаметром 60 футов в течение 4 раундов выпадает тяжелый град, который наносит 2d8 единиц урона всем существам в зоне поражения. Кроме того, любой, кто остается в ней в течение ближайших 4 раундов, получает 2d8 урона каждый раунд. Близзард, в общем. Близзард. Вместо каменной кожи, да. Но в городе опасно им пользоваться, потому что можем же мирных задеть. Можем мирных задеть. Угу. Еще пару заклинаний купили. Еще пару заклинаний купили, и начинается дождь. Погода нынче не радует. Погода нынче не радует, а мы продвигаемся к кузнецу. Продвигаемся к кузнецу. Так. Вот это, вот это, вот этот дом мы здесь еще не были. Может еще сходим туда. Здесь мы везде были. Или к Майя Вайеру сразу сходить. А Майя Вайер был где? Простите, Майя Вайер был в таверне Дары Моря или нет? Или в штаб-квартире? А, в штаб-квартире. Нам надо в штаб-квартиру как раз. В таверне Дары Моря там, кажется, эту. Отравили Дары Моря, отравили Дары Моря, да? Или нет? Тут еще дом какой-то. Да, в этом доме были какие-то молодые люди, которые там... Тут кто? Моряк. Которые хотели на нас напасть, но мы их сразили. Так, штаб-квартира Майя Вара. Идем к нему. И посмотрим, посмотрим, что он нам скажет. Статуэтку ему даем. Так, он здесь вроде бы где-то был. А, да-да, на картах сидел, но мы... Мы так вальяжно подходим. Надо будет на сленге сейчас переговорить. Как это там надо говорить? Че, как, братан? А не, он уже не на картах. На картах перепутал ли, на картах другой. На картах как раз наш главный, который... Яшима, который мы должны. Так, Майвар говорит. Ну, похоже, ты наконец хоть что-то проявил в себя. Неплохая работа, хоть и легкая. Давай сюда эту штуку. Угу. Фу, ну и без вкуса, правда? Не могу понять, что меня к ней так тянуло. Кину-ка я ее к остальному мусору, чтобы отправился в Waterdeep. Так много всяких коллекционеров изящного. 29 500 опыта. Теперь перейдем к настоящей работе. То есть, это очевидно была проверка. У меня нет времени возиться с тобой, так что я перепоручаю тебя моей правой руке. До тех пор, пока не удостоишься чести и работать лично на меня. Его зовут Эдвин. Чертовски хороший мах, но слишком любит роскошь. Обычная история с искателями приключений, которые не доведят дорогу. Но он на третьем этаже над нами свободен. Майвар. Найти свидетельство измены Майвара. А ну-ка. Выполнив задание Майвара, мне кажется, удалось заслужить его расположение. Он отправил меня к своему помощнику Эдвину на третий этаж здания Игильдии. Так. Ну, ассасины тут у него. Ничего себе, сказал я себе. Идем на третий этаж или к кузнецу? Давайте сразу сходим. Сразу сходим на третий этаж. И посмотрим, что это там за Эдвин такой. Так, а третий этаж, выход-то где? Это кто? Это Горвин. Ян Янсен, вот этот парень тоже Зин-3 с самой главы, а вот здесь как раз выход. А вот это кто? Теневой вор обычный. Идем на третий этаж. На третий этаж. Ян Янсен и Яшима застряли. Застряли. Хотя должны себя здесь чувствовать хорошо, потому что оба воры. Угу. Заходим на третий этаж и смотрим. Так. Тут у нас сразу теневой вор. Здрасте. Не знаю, зачем тут Майвара и этот чертов волшебник. Думает, что он самый умный. Во как говорит теневой вор. А ну-ка посмотрим. Так, здесь у них какие-то богатые комнаты. Здесь проход. Что-то не могу понять. Это второй этаж или третий? Анишай какая-то здесь. О, приветик. Надо же, новенький. Как интересно. Кто ты такая? Ну, нам ведь следует начать с твоего имени, дорогуша. Я, например, могу сказать, что меня зовут Анишай, но не скажу, пока не услышу сначала божественных звуков твоего имени. Меня зовут Джош. Рад познакомиться. Джош, какая невероятная прелесть. Я буду твердить это имя про себя во имя наших разлук, которые, надеюсь, будут не слишком долгие. Могла бы меня направить к Майвару? Просто спустись вон по той лестнице, ты найдешь Майвара в процессе извлечения информации. Принудительного извлечения, так скажем. Понятно. Скажи еще раз, кто ты? Ну, нам ведь следует начать с твоего имени. Мои имя тебя не касается. О, как я обожаю загадочных мужчин. Как пожелаешь, радость моя. Тогда я сама придумаю кучу словечек, которыми буду называть тебя. Одно солнечнее другому. Или шутка такая, или переведено как-то не очень, или просто она только корчит из себя, или такой тип... Это уже как печально. Уходим, да, Анишай. Вот это третий этаж. Очевидно. Открыть дверь. Партия идет слеп за командиром, врывается. Анишай. Яшина. Яшина. Если читать задом наперед имя. Кто-то застрял, кажись. Яшима. Яшима, это, заслушался, заслушался этих японских имен. Здесь еще, кстати, проход какой-то. Ого. Эти двери можно вскрыть. Это, наверное, они... учатся замки вскрывать или что? Ну, понятно. Ну, идем наверх. Пока что здесь нигде не хочу лазить и... и это... Наверху Эдвин находится. Да? Так. Приветствую, Эдвин Одессирон. Угу. Симеон, вы можете мне сказать, как сэр, если вы preferrly less силабол интенсивный работа. Приветствую, Эдвин Одессирон. Вы приматы, похоже. Вы можете обращаться ко мне просто сэр, если вы предпочитаете менее утруждать свою артикуляцию. Угу. Я помню тебя, Эдвин, и насколько я помню, ты должен быть мертв, потому что мы тебя завалили в прошлой части. Смерть часто не более, чем кратковременное неудобство для подобного мне. Моя основная миссия слишком важна, чтобы вы меня отвлекали над ним всякие простецы, Эдвин. Да ты шо? Прошлое мало значит. Твоя нынешняя команда ограничивает твою полезность. Не важно, я урегулирую это так быстро и бескромно, как только возможно. Что ты не говоришь, Эдвин? У тебя избирательная память, красный волшебник. Почему ты сейчас работаешь с теневыми ворами? Какое ты имеешь отношение к похищению нас Айреникусом? Халид мертв, и кто-то за это ответит. Встревает в разговор Джохер, тоже она его узнала. Если твой вечно ноющий муж умер, друидка, это уж не моя вина. Ответ тебе придется спросить тех, кто забрался намного выше меня. Эдвин, да, очень пафосный. Я сотрудничаю с теневыми ворами по своим собственным причинам. Ни одна из них тебя не касается. Послушай меня. Похоже, мой магический талант привлек внимание волшебников в рясах. Я понимаю, что они завидуют, но все же их действия нельзя одобрить. Они направили своего агента шпионить за мной, и это мне крайне не нравится. Такое оскорбление может быть смыто лишь кровью шпионов-рясников. Угу. Раик Гетрас, его имя. Его дом серый, трехэтажный, находится за забором вдоль западной стены квартала доков. Если он дома, его дверь будет открыта. Когда ты найдешь Раика Гетраса, убей его. Допроси перед этим, если захочешь. Любые сведения о волшебниках в рясах будут полезны. Слегка попытай, и он расколется. Угу. Ну, слушай, мы должны это сделать, очевидно, для того, чтобы выполнить остальные задания Майера Вера. Потому что, если мы сейчас откажемся, то, наверное, Эдвин рассердится и начнется заваруха со всей этой гильдией. Угу. Считай, сделано, Эдвин. Хорошо, только не задерживайся, иди. Уф, подталкивать этих бездельников, все равно, что тащить зуб. Да что ты не говоришь, Эдвин. Тебя не беспокоит, что такое деяние вызовет гнев волшебников в рясах Джош? Будем надеяться, что обвинять в этом теневых воров, а не нас. Ага. Я, во-первых, Яшима еще не собрался никого убивать. Всегда можно в диалог вступить перед тем, как это. Вот. Так что, попрошу эти командира тут еще пройти можно. Решение командира не обсуждать, пока ты не понял, что к чему. Здесь выход. Угу. Здесь второй выход, а здесь теперь можно открыть. Ага, это выход еще. Да, но нам нужно вот сюда, по-моему, к кузнецу. А здесь что такое? Что такое здесь? Здесь еще какой-то нижний выход. Нам сейчас нужно к кузнецу. Попрошу прийти к кузнецу. Дом этого чувака находится, вот, дом Райрика Гитраса. Там забор, кстати, какой-то. Забор открыт теперь. Там был закрыт только что. И двери открыты. Угу. Чтобы нас этот Эдвин не подставил, потому что он тот еще, тот еще проказник. Проказник и подлец, да? Мы сражались с волшебниками в красных тряпках и, ну, в этих красных одеждах. Эдвин, конечно, он очень сильный мах на самом деле. Он, по-моему, конжурер. Угу. Так. Здорово. Здорово, Кромвель. Ну как, хорошо проводишь утро, друг мой? Рад видеть тебя в своей кузне. Вообще-то, что тебе нужно? Угу. У меня есть что-то, с чем можно поработать? Угу. Так сразу не скажешь. Позволь поглядеть, что у тебя есть. Я немного покопаю и скажу наверняка. Право. Что я вижу? Цепь веков. Мы уже говорили об этом. Говорят, мне уже можно найти еще навершия для этого цепи. Найди их и я их добавлю. Давай посмотрим, что у тебя еще есть. Чешуя какого-то зверя. Право? Да, такого зверя это. У тебя чешуя теневого дракона. Ради кузнеца душ. Вот эта штука. Я могу сделать хороший доспех, если хочешь. Что нужно? Две вещи. Работа будет стоить пять тысяч, не меньше. И так, как я без подмастерья, тебе придется остаться на день и помочь мне. Один день. Один день можем себе позволить? Там, это задание Эдвина не на время. Я не знаю. Но Эдвин, поскольку немного нас рассердил, то да, он немного подождет. Так и сделаем. Как пожелаешь. По такому случаю можно начать работу прямо сейчас. Чего время-то зря терять? Короче, поехали. И ага, и вон он кует. А мы в роли подмастерья выступаем. Смотрите, какие он прямо магическая кузня. Магическая кузня. Жахает своим молотом и кует броню. Так. Ух, вся сила, вся сила дворфийской магии будет сейчас вложена в этот доспех замечательный. И кто-то из нашей партии удостоится чести одеть его. Угу. Приобрела предмет и золото поступило в ваш замок. Еще раз. Золото поступило в ваш замок. Что мы неделю тусовались или нет? Так, чешуя теневого дракона. Комплект доспехов сделан из соединенных между собой чешуек теневого дракона. Изящная работа, практические свойства делают его как красивым, так и полезным. Чешуя теневого дракона дают владельцу дополнительную защиту от кислоты. 50 резист кислоте, класс защиты единица. Здесь класс защиты единица и нужно проверить можно ли кольцо с ним использовать. У кого кольцо? Он легкий кстати, сколько он весит? Весит 10. Этот сколько весит? Этот весит 9. сопротивление огню. Класс защиты 2. Тут минус 4. Не хочу сюда менять. Кольцо у кого? Надо с кольцом проверить. А кольцо... А, у Джоша как раз этот плащ. Давай проверим можно ли носить доспех с плащом. Нельзя. Плохо очень. Плохо. Вот этот плащ не позволяет этот доспех одеть. То есть класс защиты будет меньше с этим доспехом. Но зато резисты к кислоте. 50. 50. Джохера у тебя тоже плащ, а у Виконии нету плаща. Викония можешь с этим волшебным доспехом напялить плащ? Не можешь. Что ж делать? Надо подумать хорошо головой. Плащи кому-то нужны. Здесь у всех есть плащи. Кольцо у кого-то есть. У Нали есть кольцо, но у нее есть также и плащ. А, это у Янсена есть кольцо. И плащ размытия. Доспех черный. Стильный очень. Вот так вот. Не можете использовать. Сейчас я сниму плащ тогда и смогу все использовать. Класс защиты минус 3, но и защита от кислоты получается у нас. Угу. Викония даже этот доспех поднять не может. Нету места у Джоши. Что же делать-то? Это давай сюда передай. Угу. Спас броски уменьшаются. Спас броски уменьшаются. Вот это плохо. Джохера, у тебя минус 6 на самом деле. Знаешь что? Джохера напяли доспех. Вот. Джохера напяли доспех. Угу. Тем более почему-то у нее не снижают эти и получат еще защиту от кислоты. А Джош будет в обычном. Джош будет в обычном пока что. Но с плащом. Все резистами. Во. А, тут щит. Угу. А плащ нельзя напялить. Ну плащ-то да. Получается бесхозный. Угу. Получается, что да. Ох. И один бесхозный тяжелый доспех выходит в нас. Лучше я считаю магический доспех. А класс брони мы можем поднять с помощью заклинания. Хорошо. Как-то так будет. Подожди. Мы еще не закончили. Кром фаера. Вот пожалуйста носи на здоровье. Если еще что-то найдешь интереснее теперь ты знаешь куда нести. Да? Знаю. Да. Покажи что еще можно работать. Угу. Цепь веков. Это мы знаем. Что еще есть. Это что такое говорит. У тебя свиток с истинным именем громового молота кромфаера. Если бы у тебя был молот громобой рукавица силы огра и пояс силы ледяного великана я бы их воедино сковал. Но у тебя их нету. Так что помочь тебе нечем. Если соберешь свиток и все три вещи когда-нибудь держи при себе. Кромфаер того стоит друг мой говорит кромфель и часть мяча классная навершия. Больше ничего нету. Хорошо. Хорошо. Выходим. Выходим и пойдем в дом этого этого парня. Репутация должна быть восемь сейчас. Восемь. Девять обычная. Почему девять? Было же семь. Стало восемь омерзительное. Ну как-то так. Не знаю. А может на двойку поднялось за тысячу? Чем меньше репутация тем ее легче поднять за подношение в храмах. Вот это да. Это точно да. Тут моряк мы с ним кажись общались и здесь мы закончили тусоваться потому что мы отсюда ушли. Мы отсюда ушли. Кто тут такой? Икерт какой-то. Давайте пообщаемся с Кертом. Удачи тебе в делах милорд. Икерт приветствует тебя в своем скором заведении. Ты ведь недавно в доках. Могу спросить твое имя? Ну я Джош. Приятно познакомиться Джош. Бриллиантов тебя. Вряд ли тебя соблазнит мои бедные лапчонки. Ну посмотри если желание может что-нибудь найдешь. Так. Ну это такие стандартные слухи. Давайте посмотрим что у него есть. Из-за постоянного воровства мало что могу предложить. Я конечно желаю найти что-нибудь нужное. у тебя обычные вещи какие-то ящик для свитков коробку для бутылок мне мы взяли героизма взяли лечение кстати сколько стоит 106 уже стоит. Неплохо весьма. И мы день провозились в кузнице давай каналия у тебя заклинание не обновилось еще все-таки не полный день возились. Давайте посмотрим что здесь еще есть в этих доках нищий стоит да это обычные люди это крестьянин и обыватель так здесь у нас еще какой-то дом этот дом у нас особняк голубрея какого-то особняк какой-то здесь еще спуск вниз какой-то чувак стоит на особняке релок что тебе нужно можешь сказать что это за место это тебя не касается здание закрыто для доступа посторонних и охраняется пожалуйста не задерживайся здесь проходи не задерживайся понятно релок что-то ничего не хочет нам сказать а внизу а внизу просто лодки внизу просто лодки хорошо больше ничего тут нету здесь сундук есть ну яшима давай проверить этот сундук киян хе-хе туристам такая фигня нравится говорит яшима яшима давай в тени не получилось у тебя в сундуке закрыто и отступить и отступить и отступить ян 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 сен ваша очередь вскрыть сундук чик 175 опыта яшима в тени не получилось но ничего страшного попытаюсь взять сундук в сундуке защита от окаменения ну то что нужно ян ян сен на самом деле да будешь ее учить и друзья ко мне приходят на этом серию вынуждены мы остановить остановить в следующей серии пойдем вот в этот особняк и будем разбираться дальше как-то так как-то так до свидания